Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы расскажем вам об удивительном, одном из самых загадочных народов планеты Земля. Многие ученые сходятся во мнении, что этот уникальный этнос опередил в развитии многие цивилизации мира. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о коллективе ТМК и государстве трубной металлургической компании. История этого государства насчитывает всего 10 земных лет. Но в отличие от соседей по планете, жители ТМК не проходили традиционные для других цивилизаций каменные и бронзовые века, а сразу начали применять углеродистые, нержавеющие и жаропрочные стали, хромовые и никелевые сплавы. Современные граждане ТМК – это около 50 тысяч человек. Главный и исконный народный промысел – производство трубной продукции. В своем деле они истинные профессионалы. Ведь государство ТМК обладает самыми большими в мире мощностями по производству трубной продукции широкого продуктового ряда. С момента своего основания в 2001 году ТМК стремилась к тому, чтобы стать мощным трубным холдингом, занимающим сильные позиции на мировом рынке. Народ ТМК ставил перед собой большие трудные цели и добивался их. На каждом этапе перед государством открывались перспективные направления, покорялись новые вершины. Неудивительно, что ТМК постоянно расширяла свои границы. Всего за 10 лет количество субъектов этого государства выросло в 10 раз. Сначала страна трубников прирастала своими главными производственными активами в России, в странах СНГ, в Европе. А в 2008 году перешагнуло океан. В ее состав вошли 10 республик в 7 штатах США, что закрепило позиции ТМК в Северной Америке, в крупнейшем в мире рынке высокотехнологичной продукции нефтегазового назначения. Стоит особо отметить, что международное экономическое сотрудничество стало одним из важнейших конструктивных составляющих дипломатических отношений народа ТМК с другими государствами. Ключевыми стратегическими партнерами ТМК являются крупнейшие державы нефтегазового комплекса. За 10 лет ТМК наладило продуктивное сотрудничество со всем мировым сообществом потребителей стальных труб. Это государство энергетики, в том числе атомной, строительной сферы и ЖКХ, судостроения, авиационной и космической техники, а также сельского хозяйства. ТМК открыла дипломатические торговые миссии в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке. Сегодня около 70 торгово-дипломатических агентов поставляет трубную продукцию ТМК в более чем 65 стран мира. Право продавать трубную продукцию государство ТМК делегирует через специальные верительные грамоты. Недавно государство ТМК вышло на первое место в мире по производству стальных труб. В первую очередь это было достигнуто благодаря огромной работе по модернизации производства и совершенствованию технологий. Удивительно, как можно было за такой короткий срок, всего 10 земных лет, совершить столь существенный огромный скачок в техническом развитии. Летописи ТМК свидетельствуют, что процесс модернизации инструментов народного промысла является для страны непрерывным и долгосрочным. Благодаря постоянному совершенствованию орудий труда был сделан технологический прорыв, который необъясним с точки зрения классической теории промышленной эволюции. Глобальная модернизация такого масштаба не могла произойти менее чем за 100 лет. Но факт остается фактом. Недавно ученые высказали гипотезу, что результаты реализации стратегической инвестиционной программы ТМК – это промышленный сальтоцианизм, феноменальный эволюционный скачок. Убедитесь сами. Вот так заводы ТМК выглядели всего несколько лет назад. И вот что мы видим сейчас. Полностью модернизированные стали плавильное производство. Новые уникальные трубопрокатные и трубосварочные комплексы. Установки термической обработки, финишной отделки и автоматизированного контроля качества. Благодаря мощной модернизации ТМК в настоящее время способна производить стальные трубы, соответствующие самым жестким, нередко индивидуальным требованиям государств-потребителей. В этом им помогает неразрывная связь производства, науки и инноваций. Именно инновационность страны ученые считают еще одним секретом мощного технологического прорыва ТМК. Все технические и технологические преобразования, освоение новой продукции, происходят при непосредственном участии научно-технического центра ТМК, созданного на базе отраслевого института РосНИТИ. Новым этапом в развитии научных связей ТМК стало участие в программе взаимодействия с промышленностью Массачусетского технологического института. Отличительной особенностью трубной державы является умение в максимально короткие сроки внедрять разрабатываемые инновации. Чтобы еще усилить возможности в инновационной сфере на разных континентах, ТМК начала строительство научно-исследовательского центра в американском городе Хьюстон. Здесь будут разрабатываться и проходить испытания новейшие виды продукции для дальнейшего внедрения в промышленное производство. Но главным капиталом государства ТМК, конечно, являются люди. ТМКовцы имеют достойный уровень жизни, стабильную заработную плату и, самое главное, социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Правительство государства ТМК создает все условия для интересной работы и досуга. Особо популярны народные соревнования, конкурсы профессионального мастерства и спортивные состязания. Национальные праздники всегда проходят в теплой атмосфере и привлекают множество туристов. Один из самых любимых государственных праздников – День Металлурга. А пока социологи, политологи и экономисты всего мира ломают голову над феноменом суперэтноса ТМК, государство Трубников ставит новые задачи и добивается немыслимых результатов. В чем секрет? Наверное, в удивительной сплоченности этого народа, его неиссякаемой энергии и поистине стальной воли. Наше путешествие подходит к концу. Давайте поздравим народ ТМК с главным государственным праздником – Днем Основания их страны. И будем следить за дальнейшими успехами этого удивительного государства. До новых встреч!